Очередной рекорд по числу зараженных коронавирусом установлен в Алматы. Последний всплеск был зарегистрирован в городе в минувшее воскресенье. Сразу 510 новых случаев. Потом небольшое снижение 415. Медики даже заговорили о постепенном улучшении эпид-обстановки. Но вот новая цифра 545 инфицированных. Сегодня главный алматинский санврач объяснил, от чего произошел такой резкий рост количества заболевших. Алтын Миндебаева перечислит причины. Алматы находится в красной зоне уже почти три недели. Ограничения то ужесточают, то вновь смягчают. О очередных возможных изменениях в постановлении сегодня заявил жандарбек Бекшин. Речь идет прежде всего об объектах бизнеса, которые терпят колоссальные убытки. Но логика главного алматинского санврача проста. Карантин могут смягчить, если эпид-обстановка начнет улучшаться. Сейчас общепиту разрешено работать до 10 вечера. Правда, принимать клиентов можно только на летних террасах. Но вчера был дождь, а сегодня снег. Поэтому какие уж тут столы на улице. Сами рестораторы иллюстрируют происходящее вот так. Спасибо вам большое, что нам, рестораторам, разрешили работать в летнике. Будем кушать? А жандарбек Бекшин тем временем думает о поощрении добросовестных предпринимателей. И вообще, чем ответственнее бизнес, тем скорее случатся послабления. Если бизнесмен вносит в свою работу такие меры по обеспечению безопасности как своего персонала, так и посетителей, клиентов, такие действия должны поощряться. Мы пойдем на послабление по этим мероприятиям. То есть будем оценивать по эпидемиологической оценке не только объектов, но и вводимых мероприятий. Что касается школьников и студентов, то им до конца учебного года оставили дистанционный формат. Исключение составят только дежурные классы с численностью не более 15 человек. Сегодня алматинцам объяснили, почему в городе резко ухудшилась эпид-обстановка. Просто здесь активно циркулируют мутированные штаммы коронавируса. Они отличаются высокой заразностью и коротким инкубационным периодом. Наши меры жестче. Почему? Потому что у нас ситуация в рост пошла с 3 марта. С 3 марта, если говорить до Султан, то где-то с 20 марта у них пошло. Теперь мы уже четко знаем, что у нас циркулируют мутированные штаммы. Мы уже определили это еще на прошлой неделе. И определили чисто симптоматически. И подтвердили это уже лабораторными исследованиями. В городе на фоне всего происходящего продолжает набирать обороты вакцинация. Но до идеальных цифр еще далеко. На сегодняшний день в Духмиллионном Алматы укол получили всего чуть более 15 тысяч человек. В апреле процесс может пойти быстрее. Мегаполис ждет поставки 6 тысяч доз казахстанской вакцины Казковид-Ин и 65 тысяч доз российского препарата «Спутник Ви». Ну а очередное совещание по эпицитуации местные самоврачи должны провести в конце недели. И жители, и предприниматели всегда ждут таких отчетов с тревогой. Ведь от них зависит, насколько будут испорчены их дальнейшие планы. Это была Алтын Мендебаева. Она рассказала, почему у Алматы такие большие цифры по заражению ковида.